В Азербайджане любят говорить о том, что Армения фашистское государство. Но фашисты ладят друг с другом. Достаточно вспомнить союз Гитлера, Муссолини, Франка, к примеру. Так почему же не увязался союз Армении и Венгрии? Если Армения фашистское государство, то сам дьявол велел консолидироваться с Венгрией. Учитывая, что Орбан, лидер партии Фидес, придерживающий национал консервативной позиции. Это все равно, что главой Турции был бы, к примеру, пантуранист. Возможно, именно это обстоятельство про фашистские убеждения венгерского правительства Виктора Орбана с полуслова восприняло чаяние азербайджанского правительства Ильхама Алиева. К разговору этому мы вернемся. А пока предыстория. Программа НАТО «Партнерство во имя мира» представляется как проект глобального сотрудничества против международного терроризма, против общего врага, который становится все менее условным. В рамках программы проводятся учения, конференции, учебные курсы, стажировки. 19 февраля 2004 года участником курсов в Будапеште офицером азербайджанской армии Рамилем Сафаровым был зарублен топором спящий армянский лейтенант Гурген Маргарян. Убийца обошелся с жертвой в традициях молодо-турецких измывательств. Армянскому офицеру было нанесено более 10 ударов топором. Такая традиция часто проскальзывает и в полицейских сводках, когда ревнивая женщина, лишившись рассудка, хватается за нож или топор, чтобы расправиться с жертвой – мужем, любовником или соперницей. Но то женщина, а то офицер, пусть даже азербайджанский офицер. Отсидев в венгерской тюрьме 8 лет из 30 положенных без права помилования, Венгрия передала преступника Азербайджану. Прибыв на родину, этого морального и физического отрождения урода освободили от заключения под стражей, выдали жалования за 8 лет, подарили квартиру, повысили в звании. А Национал-демократическая партия Азербайджана вкупе с Мили Меджлисом и рядами политиков объявили изувера мясника человеком года и призвали к званию Героя Азербайджана. Более того, азербайджанский омбудсмен Эльмира Сулейманова заявила, что Рамиль Сафаров должен стать примером патриотизма для азербайджанской молодежи. Если быть объективнее, то армянского лейтенанта убило не это полоумное существо, а именно азербайджанское государство, выращивающее в идеологическом инкубаторе больные, искалеченные пропагандой поколения. О каком будущем, о каком здоровом обществе может идти речь, если популярный азербайджанский детский писатель Гюльзар Ибрагимова в интервью сайту фактхабер.ком от 25 июня 2013 года говорит следующее Сын мой, услышь и запомни Армяне наши кровные враги Не оставляй врага неотомщенным Если встретишь армянина даже в самой цивилизованной стране мира отнесись к нему, как к созданию выпившему кровь твоего народа Никогда не прощай врага Если простишь, пусть будут прокляты для тебя Хлеб Родины, отцовская кровь и материнское молоко Только представьте себе Агнию Барто Самуила Маршака, Аванеса Туманяна Сергея Михалкова или Астрид Лингрен которые бы обращались к своим маленьким читателям детям, неоткрепшим мозгам с призывом убивать Далее азербайджанский детский ужас писатель продолжает в том же сайте Сынок, помни, что в каждой нации есть хорошие и плохие Армяне же единственная нация в мире не имеющая хороших или же их единицы Любопытным также было высказывание Народной артистки СССР и Армянской ССР Причем народной в Армянской ССР она стала раньше, чем в СССР Ныне депутата Мелимеджлиса Зейнаб Ханларовой Примадонна азербайджанской песни и вовсе далеко пошла Выкинув следующую цитату Рамиль Сафаров герой не только Азербайджана, но и всего мира Необходимо воздвигнуть ему памятники Не каждому мужчине под силу совершить то, что сделал он Есть два героя Один господин Ильхам Алиев и другой Рамиль Сафаров Если бы я была на месте Рамиля, сделала бы то же самое Отнял жизнь у армянина Правильно и сделал Вы только вдумайтесь в ее слова О времена он равы Офицеры, рубящие спящих офицеров, стали называться мужчинами и героями И другой, тот, что Ильхам Алиев, так и вовсе оружие в руках не держал И его туда же, в герои Да еще и весь мир призывают признать героями ублюдка и папенькиного сынка Если эти двое герои для Азербайджана То кто же такой Шарль де Голь, Симон Боливар, Александр Суворов, Че Геварра Рамиль Сафаров мусульманин Но из точки зрения ислама Действия этого мясника являются харамом Действия категорически запрещаемые и осуждаемые исламским шариатом Делающий харам является большим грешником Харам Зулми начинается с первых двух строк Которые как раз осуждают действия героя Азербайджана Это убить человека, который не намеривался его убивать И отрезать или покалечить ударом какой-либо орган человека Это все в харам Зулми написано Сафаров сам жертва Жертва политики властей Азербайджана Антиармянство это ключевая идея Вокруг которой пытаются объединить новый азербайджанский народ И вокруг которого пытаются формировать так называемую национальную идеологию Армянофобия стала в Азербайджане синонимом патриотизма Это для нас труднопонимаемая реальность Поскольку говоря патриотизм Армяне и весь остальной здоровый мир понимают совершенно иное Азербайджанское правительство делает все Чтобы не позволить азербайджанцам искренне поздороваться с армянином Чтобы эти два народа пожали руку друг друга И были готовы к миру А теперь о Венгрии и то что объединяет эту страну с Азербайджаном Во-первых экономическая составляющая За два месяца до экстрадиции Сафарова Венгерский премьер Орбан посетил Баку Где вел переговоры с Алиевым О развитии более тесных экономических Энергетических Энергетических отношений, связей с Азербайджаном Тогда все решили, что речь в очередной раз Пойдет о строительстве газопровода НАБУК О котором Венгрия тоже готова участвовать А через несколько недель появилась информация о том Что Венгрия собирается продать Азербайджану свои гособлигации На общую сумму 2 миллиарда евро Тогда эксперты сразу стали гадать Как венгерскому правительству удастся убедить азербайджанцев Что эти гособлигации выгодное вложение их нефтяных сбережений Наиболее вероятным тогда казалось сотрудничество Азербайджана С венгерской энергетической госмонополией Моль Которая могла бы вложиться в разведку нефтяных запасов Азербайджана Деньги Венгрии нужны были по зарез Переговоры с МВФ не давали никаких результатов А продавать облигации на свободном рынке становилось все труднее Из-за неблагоприятного международного имиджа страны В таких условиях пара миллиардов евро от Азербайджана Очень пригодилась премьеру Орбану Которому не нравилось, что западные кредиторы Внимательно следят за тем, как тратятся их кредиты Гораздо приятнее приобрести хотя бы временную экономическую свободу С помощью каких-то там, допустим, нефтедолларов И эта свобода для Орбана стоила свободы для Сафарова Кстати говоря, с тех пор товарооборот между Азербайджаном и Венгрией Вырос до 40% В годы отсидки Сафарова в венгерской тюрьме Товарооборот этих двух стран составлял чуть менее 20% Во-вторых, политическая составляющая В 1998 году 35-летний Орбан становится самым молодым премьером в современной Венгрии Любимец Запада, он делает для евроинтеграции и вступления страны в НАТО все возможное Его называют политическим вундеркиндом и сравнивают даже с Джоном Кеннеди Спустя 12 лет, в 2010 году, Орбан превращается уже в диктатора Проводит конституционную реформу, которая сводится к резкому ограничению полномочий конституционного суда Также Орбан выносит запрет на политическую рекламу в частных СМИ Конституционный запрет на главную его оппозицию коммунистической идеологии Наделение местных властей правом штрафовать и даже заключать под стражу бездомных Обязательное овенгирование фамилий нацменьшинств, таких как Словакии, Румыны или Цыгане Запрет преподавания в школах на языках нацменьшинств Венгрии Запад обрушил на правительство Орбана вал критики Нарушение принципа разделения властей, узурпация власти, ограничение свободы вероисповедания и печати Социальная дискриминация и ущемление прав меньшинств А ведь из уст премьера то и дело звучат изрядно пугающие соседние страны В которых имеется значительное венгерское меньшинство Намеки на то, что хорошо бы всем венграм жить в одной стране Тут уже не с Кеннеди, а с Гитлером стали сравнивать Виктора Орбана За годы правления этой центральноевропейской страной Орбан стал превращаться в фашиста Уж очень его идеология напоминала того парня с усиками В перемешку с идеологией диктата госуправлением нацменьшинствами Алиева в Азербайджане Если бы Армения была фашистской страной, как любят говорить в Баку То он уважал бы ее хотя бы за то, что его кумир, первый венгерский фашист Ференц Салаши Был из армянских кровей Но Орбан пренебрег и им Так же, как и пренебрег венгерскими генералами-армянами Эрнстом Кисса и Вильмошем Лазером Героями Венгрии или главнокомандующим венгерской армии конца XIX века Янушем Цецем Пренебрег потому, что в современное положение дел Венгрии Армения не вписывается Тогда как Азербайджан, представители которых не сыграли никакую роль в зачатии венгерской государственности Близки нынче по духу и идеологии, нездоровому национализму и, чего греха таить, благотворительной помощью И главное, что объединяет Венгрию и Азербайджан – топор В самом прямом смысле Правительства двух стран поняли друг друга языком топора Ибо, несмотря на тюркский, азербайджанский и уграфинский, венгерский язык Топор – одно из немногих слов, которое и по-азербайджански, и по-венгерски звучит одинаково Болта